22 июня 1941 года. Эта дата известна каждому. В 4 утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Бомбардировке подверглись крупные и малые города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР. В 5-6 часов утра немецко-фашистские войска перешли государственную границу Советского Союза и повели наступление вглубь территории. Только через полчаса после начала наступления посол Германии в Советском Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал заявление об объявлении войны. Это должен был быть обычный день – спокойное летнее утро и беззаботный выходной вечер. Но война внесла свои коррективы в жизни людей, в том числе, конечно, студентов, преподавателей и сотрудников Казанского университета. 22 июня – это, конечно, самый трагический день в истории нашего государства и учебного заведения в том числе. Было сообщение Молотова о том, что внезапно фашистская Германия напала на Советский Союз. И в актовом зале университета собрались комсомольцы, преподаватели, которые выразили желание пойти сражаться на фронт и готовы отдать все силы, знания, умения, если потребуется той жизнь, за свободу страны. Был обычный день – студенты сдавали выпускные экзамены. И надо сказать, что многие из них с отличием защищали свои дипломы и, беря с собой этот диплом об образовании, отправлялись на фронт добровольцами. 1200 преподавателей, которые работали, коммунисты, из них половина, 600 человек пошли на фронт добровольцами. Начавшаяся война внесла существенные коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. На повестку дня встала исключительно важная и сложная задача – оказать совместно с научными силами татарии действенную помощь промышленности, сельскому хозяйству в быстрейшей их перестройке для работы в условиях военного времени. Казанский университет занимал особое место среди вузов и научных учреждений Республики Татарстан как крупнейший научный центр по Волжье. В 1940-41 учебном году в университете было 33 кафедры, 24 кабинета, 15 лабораторий, две обсерватории, биологическая станция, два научно-исследовательских института, научная библиотека. Подготовка специалистов велась на шести факультетах. После начала Великой Отечественной войны четко и организованно осуществлялась мобилизация преподавателей, аспирантов, студентов и сотрудников университета в армию. Многие наши комсомольцы, которые здесь остались и студенты, университет, во-первых, опустил в группах, там по несколько человек занимался, как Евгения Ивановна Тихвинская писала, в группах по 7-8 человек оставалось. Нужно было создать отряд, который пошел бы строить волжский оборонительный рубеж. И наш ректор Ситников возглавил это движение, и были уже с осени, с октября и почти до февраля месяца они находились на строительство этого волжского оборонительного рубежа. Это был очень сложнейший участок, это было холодно, это уже наступала земля, а зима была просто необычайно суровой в этот год, и, конечно, было это все очень сложно делать. И тем не менее студенты, которые возвращались уже, продолжали свое обучение. Не только они прекрасно учились, они очищали дороги, они очищали аэродромы от снега, они занимались продовольственной программой. Нужно было привозить дрова из какой-то, ну, лес полосы или с барж грузить дрова. Этим тоже занимались девушки, ну и юноши тоже ходили в госпитали. Казань была столовым городом, и сюда были эвакуированы многие госпитали, и там работали тоже наши студенты. Университетские ученые, а также эвакуированные сотрудники Академии наук СССР направили все свои усилия на военные нужды. Темы исследований были соответственно скорректированы. Так, казанские геологи решали проблему резервной сырьевой базы. Сотрудники кафедры математики и механики изучали вопросы теории миномета, лобового сопротивления самолета и турбулентности. Выдающимся событием в мировой науке стало открытие явления электронного парамагнитного резонанса. Химики Казанского университета активно сотрудничали с военным производством, консультировали по ряду вопросов технического характера, принимали участие в организации производства сульфаниламидных препаратов, медицинского эфира и глюкозы для госпиталей. На биологическом факультете успешно изучали действия некоторых полимеров при заживлении кожных ран. Эти серьезные достижения всего лишь малая часть. Чтобы описать труд и мужество ученых Казанского университета, не хватит и трех томов. 200 человек комсомольцев также отправились на фронт. Соражались, конечно, как на западах, так и на восточных фронтах. Были такие студенты, как вот надо сказать, ну вообще перед университетом была поставлена большая задача не только подготовить в это время и специалистов, и нужно было работать на оборону страны. И перед преподавателем тоже стояли очень важные задачи, потому что был создан здесь совет, который выполнял как экономические вопросы, так и научные. В этот период в Казань была эвакуирована Академия наук СССР, и вот со временем это 33 научных учреждения физико-химического профиля, это институты истории, Пушкинский дом, ну и другие институты, институт биологии, и они выполняли свои задачи совместно с нашими преподавателями. Но Казань ликовала после окончания войны, конечно же, если мы посмотрим хронику, представляли, это музыка, это танцы, это встречи, это обнимали всех и поздравляли с окончанием войны. Ну то есть это была победа, конечно же, весь народ ликовал, в том числе, конечно же, и наши преподаватели, и сотрудники, молодые люди, которые сюда возвращались с фронта, и они сыграли огромную роль в патриотическом воспитании уже следующего поколения. Вот вся такая работа, которая ведется по патриотическому воспитанию, она началась именно от фронтовиков. Но наша задача не забывать их и говорить о них чаще. Благодаря плодотворному сотрудничеству с научными учреждениями Академии наук СССР закладывались основы важнейших послевоенных научных направлений. Итогом этого сотрудничества стала организация в апреле 1945 года Казанского филиала Академии наук СССР Центра комплексных исследований фундаментального и прикладного характера. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости.